В Ружанах на территории дворцового комплекса Родосопек прошел районный этап сельскохозяйственного конкурса «Властелин села-2023». В этом году участие принимали семь семей из Великосельского, Зеленевического, Мокровского, Харевского, Шеневского и Ружанского сельских советов. Праздник этот всегда проходит весело, задорно. Зрители получают множество положительных эмоций, как и сами семьи. И этот пример показывает, насколько важна семья для каждого человека. А когда она дружная, здоровая, веселая, тогда и страна у нас развивается по намеченному большому. Сельскохозяйственный проект «Властелин села» стал традиционным для нашего региона и проходит на территории района ежегодно. Это мероприятие направлено на популяризацию семейных ценностей, пропаганду жизни на селе, укрепление семейных традиций. Лучшую семью выбирала компетентная жюри, в состав которого вошли заместитель председателя Пружанского райисполкома Руслан Супринович, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Александр Момлик, первый секретарь Пружанского районного комитета БРСМ Ульяна Поличук, председатель Пружанского районного объединения профсоюзов Татьяна Команчук и председатель Пружанского районного объединения Белорусского профсоюза работников АПК Ольга Зубкова. Очень приятно, что у нас в сельской местности есть очень много талантливых семей, как родителей, так и деток, которые могут представить свое подворье, показать свои знания творческие, также спортивные, также хозяйственные. Традиционно было много разных конкурсов, в которых семьи демонстрировали свою сплоченность, взаимовыручку и креативность. Вначале участники представили себя и угостили жюри и гостей праздника вкусными блюдами. Дальше перед хозяйками была поставлена задача приготовить драники на колоде. Конкурс получился очень интересным и необычным. Командный дух продемонстрировали семьи в конкурсе по распиливанию бревна, а хозяева семейств показали, как быстро и аккуратно они умеют косить траву. Очень ярким стал завершающий конкурс эстафетой, забиванием гвоздей и пеленанием кукол, сортировкой овощей и фруктов с завязанными глазами. Мы приехали болеть за семью Кулешова. Это наша молодая семья, он работает у нас ветврачом, очень хороший специалист, активист, везде участвует, поэтому мы приехали за него болеть. Его супруга у нас тоже работает, она сейчас ушла в декретный отпуск, они ждут пополнения, но тем не менее они настолько активная семья, что они даже в положении, но они приехали участвовать к нам. Мы надеемся на победу. Это очень хорошее мероприятие, оно объединяет семьи, здесь мы знакомимся, это очень интересно, разные сельсоветы, Кружанский район большой, и вот на таких мероприятиях есть возможность увидеться с разных сельсоветов, с разных деревень, пообщаться, узнать что-то новое. Тут хорошие положительные эмоции, дети улыбаются, родители тоже активно участвуют, и поэтому такой позитивный, хороший заряд эмоций. Мы семья Пашкевич, сельского, Великосельского сельского совета, настроены очень хорошо, позитивно, настроение очень хорошее, надеемся, что ни первое, ни второе, главное, чтобы третье занять место. Ну хотя бы даже и не последнее. Праздник получился очень ярким и насыщенным. Много эмоций подарили участники гостям и тем, кто приехал их поддержать. Победителем конкурса стала семья Синянских Дмитрия и Анны, Кружанского сельсовета. Они будут представлять Кружанский район на областном этапе конкурса, который будет проходить в Кобринском районе.